Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Рашисты неисправимы. Что Донецк бомбить, что Белгород. Без разницы. Главное, чтобы больше кровищ и прокленов в сторону украинцев. Символично, что столицу Белгородской народной республики обстреливают со стороны села Хохлова. Уже сейчас понятно, что Белгород будет превращен в подобие Авдеевки и Бахмута. Это неизбежно. И также будет со всеми областными центрами вдоль границы Украины. Международно признанными территориями Украины, то уезжайте вглубь РФ. Лучше за Урал. Если вы находитесь в Крыму, то вглубь не надо. Лучше вплавь в Турцию. По территории страны НАТО удары наноситься не будут. Путину вбросили порядка 22 миллионов голосов. Это самый масштабный вброс на федеральных выборах в истории России. Об этом пишет электоральный аналитик Иван Шукшин. Он воспользовался методом Кислинга-Шпилькина и проанализировал данные Центральной избирательной комиссии. Анализ опубликован на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос». Эксперт также утверждает, что ЦИК целенаправленно занижала цифры кандидату Владиславу Даванкову. По методу Шпилькина голоса на выборах проанализировали и некоторые независимые российские СМИ. Так, важные истории пришли к похожим с Шукшиным результатам. И по их подсчетам, как минимум 21 миллион 900 тысяч голосов Путину могли приписать намеренно. Новая газета Европа считает, что Путин получил не меньше 31 миллиона 600 тысяч голосов с помощью фальсификаций. Бывший сопредседатель движения «Голос» Роман Удот также приводит цифры порядка 20-22 миллионов. В своей работе Иван Шукшин не учитывал данные электронного голосования и результаты выборов на аннексированных России территориях Украины. Сам же метод Кислинга-Шпилькина – это математическая модель. Метод позволяет оценить соотношение голосов, отданных за кандидатов или партии, в зависимости от явки избирателей. Вот эта розовая область на графике – это аномалия. Это то, что ему нарисовала Памфилова. Мировые СМИ называют Путина самым большим обманщиком, а его победу фальшивой. В Алтайском крае за Владимира Владимировича забыли вбросить бюллетени. И в протоколе 84% пришедших проголосовали за Харитонова. Путин набрал меньше 10%. Зарубежные экзитполы зафиксировали, что за Путина проголосовало менее 20%. Представляете, кошмар. Более тысячи россиян, проживающих на территории Латвии, проверили правоохранители и пограничники в день выборов президента России. У 29-ти оказались просроченные документы. Четырех из них попросят уехать из страны. Латвия – единственная страна, где у россиян полиция на входе в избирательные участки проверяла документы. А министр юстиции Инесса Либиня-Эгнеры заявила, что за волеизъявление будет инкриминирована поддержка страны-агрессора. И, как следствие, грозит лишение ВНЖ, серьезный штраф или срок до шести лет тюрьмы. Позже министр заверила, что россиян трогать не будут, чтобы избежать международного скандала. Несмотря на это, среди проголосовавших в Риге 70% отдали свой голос за Владимира Путина. Репрессии в Беларуси могут расценить как преступление против человечности. Уже сегодня на 55-й сессии Управление ООН по правам человека рассмотрят ситуацию в Беларуси. В предварительном докладе было сказано, что в стране накануне президентских выборов 2020 года и после них государство поддерживало насилие. В связи с чем действия режима Лукашенко можно признать преступлением против человечности. Я сторонник искренней политики, честной политики, справедливой. Я часто говорю, в законах все не пропишешь. Все не пропишешь. А когда не прописано, делай справедливо. И я справедливость ставлю выше любого закона. Большая часть армянских банков перестанет принимать российские карты МИР. Об этом пишет РБК, ссылаясь на одного из сотрудников местного банка, а также источники на российском платежном рынке. Представитель банка ВТБ Армения заявил, что с 30 марта пользователи карт МИР не смогут проводить безналичные расчеты через терминалы. Также нельзя будет снимать наличные во многих банкоматах страны. При этом сам ВТБ Армения, по словам представителя, продолжит работу с российскими картами. Журналисты РБК сделали запрос в Центральный банк России и оператору карт МИР. Там заявили, что каждая страна и каждый иностранный банк самостоятельно принимают решения о работе с иностранными платежными системами. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Продолжаются боевые действия в Белгородской области. Легион, так называемая «Свобода России», заявляет об уничтожении российской системы РЭП «Житель». Обожаю их название. Добровольцы публикуют данные о больших потерях российских войск. 613 безвозвратных потерь, уничтожены якобы 7 танков, 20 БМП, а также куча другой техники. Остановитесь! Новый обстрел Белгорода. Горят машины. Скорее всего, как и всю неделю до этого, обстрел велся из РСЗО. Также под удар попало село Разумное, где горел жилой дом. Смешно. Это новые объекты укрытия, которые установили в Белгороде. Оказалось, что внутри они не монолитные, железобетонные, а сделанные то ли из пены, то ли из пенопласта, то ли из какого-то наполнителя. Ну, какие выборы? Такие бомбоубежища. Дорогие мои райворотцы, сегодня мы вместе с вами переживаем непростое время из-за варварских, абсолютно неконтролируемых обстрелов со стороны ВСУ нашего района. Подожди, подожди. Это как это? Неконтролируемые. Путин же говорил, 95% сбивают. Щелкают, как орехи. Почему не щелкают? Клюв треснул. Но я уверен, что со всем этим мы вместе с вами справимся. Справимся, да. Спрячемся за бетонными блоками и подождем, пока придет РДК. Потому что и я, и моя команда вся, и вы, дорогие райворонцы, мы единая семья, которую никогда не напугать. Единая семья – это когда вы на улице прячетесь от обстрелов. А я отъехал на безопасное расстояние и рассказываю, что мы единая семья. Кто-то сегодня смог выехать сам, и их большая часть. Поверьте, мы ищем и будем искать варианты для решения всех тех проблем, с которыми сталкивается каждый житель райворонского района. Вместе мы с вами сила. Вместе мы с вами однозначно победим. За победой. За победой люди бегут. За победой. Вообще не хочу уезжать. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Выступил сегодня президент Франции. Макрон уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией. После встречи с еще одним русофобом Петером Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта. Заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией. В противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.